я снова всех вас приветствую меня зовут александр это канал ехта на колесах и сегодня у нас прицеп называется adria altea 542 пк это очень интересная модель потому что там практически все сделано для скандинавов скандинавы любят adria я вам сейчас покажу надеюсь вам понравится итак на входе мы попадаем сразу детскую комнату 1 2 3 койки к сожалению нет здесь багажного отсека как знаете бывает что нижняя койка убирается и туда можно что-то сложить нет здесь чисто три кровати они отделяются вот такой шторкой но это не значит что там будет нечем дышать у каждого ребенка или кто будет спать у вас будет окошко там окошко здесь посередине окошко и здесь окошко то всем будет светло и воздух будет проходить также здесь есть юсби розетка и наверное все друзья и на еще добавил бы еще что на входе есть вот такой вот гардероб нам можно повесить сразу одежду и сложить какую-то обувь и там футболки мы бы что такое что вот нужно прям вот здесь на входе значит смотрите завод adria уже несколько лет работает с икея чем плотно наверное это как раз из-за того что прицепы adria чаще всего под продаются именно в скандинавских странах поэтому решили такую коллаборацию придумать видим вот этот щит которому вы можете цеплять разные другие устройства крючки может быть какие-то лотки какие-то кармашки то есть вот приходите в икею и подбираете сюда все что вам нужно здесь значит включается выключается свет в туалетной комнате значит что я могу сказать удобно что это помещение находится вот средней части бывает что в прицепах у многих они у нас есть на площадке тоже душ и туалет находится в родительской спальне и поэтому детям которые хотят друг там пописать перед сном либо рано утром им нужно ломиться к вам в комнату здесь этого происходить не будет ребенок встал тихонечко на цыпочках чтобы вас не разбудить зашел в туалет сделал свои там дела зубы почистил лег дальше спать удобно и хорошо значит дальше кухонный модуль находится посередине но практически напротив основной гостиной не сказать чтобы он супер большой но вот благодаря тому что газовая плита закрывается на стеклянную крышку здесь тоже есть крышка белая принципе вы можете пока допустим что-то готовится здесь вы можете накрыть крышкой мойку и нарезать что-то и здесь также есть небольшая рабочая поверхность вытяжки к сожалению нету можете сами заказать или открывать окошко во время готовки тут тоже две направляющие куда вставляются крючки и лотки можете сюда купить допустим полку именно для специи но вот как бы ставить их когда уже стоит на стоянке чтобы во время движения все будет вылетать значит здесь ряд клавиш есть вверху розетка включение выключения света это тоже свет над рабочей поверхностью стала этот по моему тумблер отвечает за свет на улице и внизу кнопка включение бойлера обогрева воды от 220 вольт значит в принципе с кухней все понятно ящики шкафы для кухонных принадлежностей вот кстати то что я вам и обещал есть резинка есть полочка который зовут вставляется есть какой-то еще от лоток там не знаю может быть детям складывать карандаш и есть из алюминия полочка целая для ваших специй так если мы полазим по ящикам в принципе можно еще найти здесь башмаки еще такая штука есть прикольная здесь она много лет уже устанавливается в прицепы и в автодома мы ее заказываем это мультимедиа центр для него здесь вот провод aux еще есть то есть вы заходите в прицеп включаете клавишу и можете подключить к этой встроенной bluetooth колонки свой телефон то есть не надо брать с собой bluetooth колонку она здесь встроена в этом прицепе уже есть смотрите значит шкафов на кухне много верху внизу довольно все вместительные дальше кухня продолжается у нас холодильником двухкамерным пожалуйста отдельно морозилка и основное помещение 172 литра пожалуйста для всех ваших скоропорчащихся свежих продуктов вверху есть помещение которое как я полагаю прекрасно подойдет для установки микроволновой печки здесь даже розетка установлена закрываем внизу тоже есть помещение может быть кит овощи сложить можно который портится не так быстро добро пожаловать в гостиную смотрите два дивана стол он кстати на телескопической ноге может опускаться вниз здесь оборудуется двухспальная кровать но вот полуторка как минимум верху много подвесных полок пожалуйста складываем сюда все свои личные вещи фонарики подсвечивают не вижу к сожалению юсби розеток вот в этой зоне но можно вместо любого из этих фонариков купить и вставить туда такой кубик с юсби розеткой то есть все это настраивается под себя здесь у нас запас воды 45 литров под этим сиденьем а здесь теплый пол и тоже теплый пол я имею ввиду блок управления такая черная коробка вряд ли с ней что-то случится так что туда особо влазить не нужно здесь специальные такие расширительные консоли чтобы сделать эту кровать большой две подушки у нам серые они как раз укладываются к стенке а эти подушки пододвигаются сюда и вы уже получаете полноценную двуспальную кровать а здесь открывается еще доступ в ящике то есть не нужно поднимать подушку туда что-то укладывать вот пожалуйста выдвинули ящик и сложили сюда какие-то вещи ну что ж значит с гостиной кухни мы с вами в принципе разобрались здесь дальше идет гардероб большой кстати здесь вижу пролегает выхлопная труба отопления и кстати очень важное замечание именно для тех кто собирается эксплуатировать этот прицепку круглый год помимо теплого электрического пола работающего от 220 вольт также от 220 вольт здесь работает и система отопления с распределением воздуха по всему салону то есть подключились к генератору к розетке в кемпинге идет еще и включаем прицеп от 220 вольт то есть газ расходоваться не будет либо будет расходоваться значительно меньше чем бывает это иногда когда вот электрического дополнительного подогрева здесь нету то есть и есть и раздувка работа от газа и работа от 220 вольт для зимы это очень хорошо итак спальня значит кровать имеет такую немножко скошенную форму но тем не менее спальное место большое сейчас все еще сложно запечатано эти подушки нам понадобятся чтобы организовать в гостиной большую двуспальную кровать здесь еще есть также набор подушек для вас все еще запечатанное здесь мы тоже распечатываем этот матрас и накрываем им вторую половину кровати у этих кровати у каждой из половины этой кровати есть еще отдельно регулируемые подголовники а там где есть подголовники там конечно же есть еще фонарики для чтения а вверху конечно полки для хранения видите все очень сдержанно ровно немножко квадратно но по скандинавский так как любят вот эти вот суровые северные ребята отделяется родительская спальня вот на такую штору все кто-то захотел пораньше лечь спать отгородился и почувствовал как бы уже себя в таком личном пространстве ну и посмотрим сейчас с вами как выглядит кронштейн для телевизора и управления отоплением смотрите вот у родителей уже установлен кронштейн для телевизора я думаю просто может быть мы забыли заказать гостиной скорее всего тоже можно было заказать но мало ли кому то не нужно телевизор гостиной и тут у нас идет сверху розетка 220 вольт мы можем телевизор подключить антенна теплый пол включается вот к нажатием клавиши у нас сейчас как раз прицеп подключен 220 вольт ведь сразу лампочка загорается и этот пульт у нас отвечает за обогрев автодома именно от 220 вольт то есть ну лежите вы спите дачу жарко немножко стало немножко об руку протянули сделали отопление поменьше или прибавили наоборот все очень просто вот такая простая и элегантная адрия в туалетной комнате у нас есть большой шкаф вот у него фасад и зеркало можно посмотреться здесь несколько полок для умывальных принадлежностей есть занавеска душевая до придется ее повесить потому что здесь вот есть как раз направляющие которые закроют вот часть этой мебели умывальник откидывается смотрите помылись умылись все туда стекло закрыли и все можете пользоваться теперь биотуалетом когда все это закрыто туалет с электросмывом с кассетой на 20 литров пожалуйста есть стартовый набор для заправки вот бумагодержатель ну и у меня вот под ногами как раз душевой поддон куда все будет стекать ну а сама душевая лейка располагается вот здесь в принципе если захотите можете на улице принимать душ достаточно просто руку протянуть сюда открыть смеситель все и вода у вас пошла мойте здесь я бы так и делал честно говоря вот такую жару как сегодня только так все хорошо на мой взгляд объем приличный один человек здесь себя будет чувствовать прекрасный свет горит все проветривается есть вверху вентиляция и открывается окошко через который вы сейчас за мной тут наблюдаете прекрасный вариант для семьи у у которого есть и теплый пол и обогрев от 220 вольт и я не сказал кстати во время обзора есть встроенный аккумулятор который позволяет вам стоять с этим прицепом автономно без подключения к внешнему питанию захотите поставите у нас сервисном центре пару солнечных панелей может быть еще один аккумулятор может быть с собой еще возьмете пару 30 литровых вот канистр для воды и все я думаю что где-то несколько дней автономности вам точно обеспечены ну что ж welcome это канал про дома на колесах меня зовут александр до новых встреч пока